Совершенно разные люди. И поэт Борис Алинык, и, например, Филипп Денисович Бабков, генерал армии, который был первым заместителем председателя КГБ Советского Союза. Я хорошо знаю Филипп Денисовича Бабкова. Филипп Денисович прямо мне говорил, что и Яковлев и Шеварднадзе, и Горбачев были агентами влияния Запада. А можно я возражу? И даже открою, Филипп Денисович меня простит насчет агентов Запада и всего остального. Оставим это на его совести, он лучше информирован, чем я. Но я могу рассказать о нем один любопытный эпизод. В какой-то момент, и вы это помните, начались поездки по обмену опытом с американцами. То есть американцы выделили колоссальные деньги, формировали группы журналистов, начиная где-то там с 87-го года. 30-40 человек выделили самые роскошные курортные места в Америке, выдавали карточку практически безлимитную на пребывание там. И вот журналистов практически, ну я не знаю сколько, ну очень много ежемесячно выезжали туда для обмена опытом. Каким опытом с ними делились, я не осуждаю, я просто констатирую. Так вот, как-то в одну из этих групп попал один киевлянин, я не буду называть его имени. И он оказался обиженным. Ну, ему там понравилось, конечно, но оказалось, что еще по 5 тысяч долларов давали, значит, в конце. На приобретение подарков и так далее. По тем временам. По тем временам. А руководители этой группы решили лучше, что им давать. Они им там дали по 200, по 300, а те как-то узнали. И он расстроенный, приехав в Москву, нашел меня. Я еще первый секретарь, цикавал КСМ. Он через брата там на меня вышел. И принес мне вот такую стопку программы. То, о чем они там, значит, вот. Ну, учебная программа. Как он ее вывез, я не знаю. Когда я ее прочитал, да, ну по-разному можно к этому относиться. Но с формальной точки зрения это подрывная работа. То есть, их учили, как разрушать ту систему. Ну, что мне было с этой папкой делать? Я каждую неделю приходил на заседание секретариата ЦК КПСС на Старую площадь. И сидел рядом с Филиппом Денисовичем Бабковым. Потрясающе. Рядом сидели вот так. Все время скучно, ну по 4-5 часов. Я Филипп Денисовичу говорю, Филипп Денисович, вы совсем мышей перестали ловить в вашей конторе? А что такое? Ну, посмотрите, вот, что это такое? Филипп Денисович говорит, ого, да, ой, да ты, да, ой-ой-ой, да что? Ну, мы сейчас разберемся. Что вы думаете? Хоть что-нибудь сделали и сказали? Ровно еще там ничего. Филипп Денисович хороший человек, я его очень уважаю. Он генерал, офицер, преданный был своему делу. Комитет государственной безопасности устроил итальянскую забастовку Михаила Сергеевича Горбачева и перестройщика. Они сказали, они не могли выступить против, потому что это было выше инстинкта, да. Конечно, самоуничтожение. Ну, как это, да, самоуничтожение нет. Нет, оказалось, что нет, а все вышло очень хорошо в итоге, в конечном. Но тогда это было немыслимо. И мне кажется, и я имею этому подтверждение, решили так. А, вы решили без нас обойтись? Вы разрешили прессе нас критиковать? Мы уже не штирлицы, да, мы уже не холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Так мы вам покажем, что вы без нас стоите. У меня есть очень сильное ощущение, ну, я не хочу это называть, я, наоборот, считаю, что это даже помогло отчасти провести перестройку, но не им, не Филиппу Денисовичу и ребятам из этой конторы обвинять Горбачева и кого-то еще из перестройщиков в какой-то измене идеалом там или еще чему-то. Нет. Объективно все было намного сложнее. Упростить, повесить какое-то клеймо, это достаточно просто сделать, но и результаты это никакого не даст.